всем привет я сегодня покажу вам еще одно место и сделаю это с огромным удовольствием где у меня растут очередные орхидеи в моей коллекции это третье место содержания предыдущие два я вам уже показала сейчас я вам показываю третье место так ну вот смотрите значит вот эту красоту недавно я вам презентовала что она практически распустилась так что у меня дальше происходит вот в этом вот групповом содержании орхидеевщик так цветоносик идет на это такая с пестротой но с какой-то фигурной пестротой то есть не вот с такой которая вот она хаотичная да на листочка на лепесточках а вот у нее такая пестрота на розовом фоне очень интересная орхидейка кстати не с очень высоким цветоносом она как бы знаете такой яростность создает у меня вот в этой вот но это не посадка общее содержание в ладье вот в этой белой мне очень нравится как они у меня тут на полу стоят и всегда вот вот так вот я и вижу вот так когда они цветут на полу все происходит я вам уже рассказывала что покупалась она у меня как и жемчужина потому что цветение было жемчужиной императора но потом домашнее цветение мне выдала совершенно другую картину мы вместе с вами решили что это притория она у меня отращивает вот почку на цветоносе вот сколько тут бутончиков 5 и у нее растет ой-ой-ой куда-то он завернулся гляньте ну-ка давай поправим тебя чуть-чуть у нее растет новый цветоносик вот он достаточно такой толстенький мощненький и кстати само растение оно отличается очень таким великим размахом листиков находится она у меня в системе двойной горшок но там посадка горшок в горшок и достаточно большой в составе процент циафлоры так поехали дальше 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 моя любимая вот эта вот стойка кстати многие меня спрашивают но новые приходят зрители на канал подписчики девчонки это такая интерьерная полочка которую я специально покупала для размещения в интерьере в интерьере растений то есть не на стеллажах а чтобы они вот так вот красиво смотрелись кстати очень хорошо растут они и достаточно много растений помещается называется она по-моему трек я просто покупала у нас в мебельном магазине приехала была она как подставка для цветов я ее купила недорого совсем что-то 2 600 что ли или 2 800 а пом со скидкой даже вообще 2 300 не помню сейчас не хочу обманывать но вот в районе этом так поехали ну что вот подкормили никотиновой кислотой вот у нас красота кстати подкормила только один раз у меня спрашивает ирина сколько хоть кормить то девчонки но один-два раза витамина b3 вот этого никотиночки ну достаточно там уже посмотрите динамику она у меня выклюнула сразу этот цветоносик так дальше моя вивеночка ой у нее там я не знаю пересадка пересадка прям грядет пока не цветет наверное надо пересаживать потому что у нее там столько пар листиков она такая мидичка но она очень красиво смотрится очень красиво корней у нее там полон горшок я уже даже не вот тоже достать не могу мне даже вот пороге такие орхидеи где зеленые водоросли наросли внизу в горшке во внешнем я не могу их достать потому что у меня корни у орхидеи прилипли к этим горшкам так детка смотрите какой она отрастила во-первых себя какая она стала как мамка вот она мама а вот она детка у нее большой большой цветонос я не хочу их отсоединять пусть вместе растут у детки вот дуются бутончики все смотрите скоро за цветем и запахнем так это у нас харизон с двумя цветоносами вот надо тоже подвязать как раз палочки есть аккуратненько обслужить растение все сделать а тут мне заяц сидит это кстати детки мне подарили из детского дома мы там оказывали помощь детскому дому и они мне вот такую вот игрушечку связали кстати я очень люблю игрушечки вот эти такие вязаные мягкие игрушечки у меня это с детства мне крестный подарил первый раз такого для меня я была маленькая тогда так для меня он был большой такой мишка и вот с тех пор у меня просто какая-то невероятная любовь к мягких к мягким игрушкам вы знаете наверное видели наверное много раз уже да что у меня то там собачка то там какая-то игрушечка я вот ну вроде взрослый человек а вот детская такое понимаете какая-то ностальгия у меня под мягким игрушкам ну вот есть такое у меня тут уже ничего не поделаешь и никуда это не денешь так карказябра чки я отдельное видео вам сниму так это у меня с цветоносом источки роста растение я вам рассказывала про нее покупала не видела в горшке вообще было не видно вот с этим цветоносом он у меня просто надо его удалять уже нет вроде как не собирается не цвести ничего но дала детку детка уже намного больше мамы вот смотрите какая она огромная ну конечно боковая легла лежит там корней полным полно цветонос у нее у детки уже вот какой я его потихонечку фиксирую так подтягиваю сегодня вот эти очень удобные кстати было на краешке чуть-чуть подтянута потом сегодня вот она чтобы дозировано делать значит воздействие на цветонос чтобы его не сломать я вот использую мне очень понравилось и то что она может может вот так спрятаться и и быть особо не видно этот хвостик очень мне это нравится так отцвела моя golden beauty вот она вместе с вами пересаживали красавица мощнюга такая у нее там коры коры с корневой все хорошо замечательно так это у нас мария тереза кстати первый раз растение взрослая посадка у нее полузакрытое дренажное отверстие там вот на дне есть для слива смотрите что происходит первый раз вот много-много домашних цветоносов у нее было вот эти все пеньки это все вот домашние домашние цветения растения взрослая но за все время она у меня цвела только знаете вот одним цветоносом одним в плане без пробуждения вот этих боковых почек ждущих а здесь смотрите что делает вот вам подсветка вот вам удобрения так она вырастила цветонос на цветоносе разбудила 1 2 и вот эти какие-то набухшие стоят вот они и сама вот надула бутончики надувает постепенно здесь надувает вот она постепенно бутончики так все показала вам далее сакура тоже начала формирование бутонов она достаточно хорошенький такой цветоносик отрастила я вам показывала что при покупке у неё было тоненькие такие цветоносики домашние в 2 раза толще а то и в 3 чем при покупке долго не цвела я вам про нее рассказывала что растение было при покупке с пышным букетом на двух цветоносах такое вот прям цветение было я понимала что мне придется ее долго восстанавливать так и получилось вот и вот хороший цветонос полноценный толстый уже от восстановленного растения это у меня азиаточка с цветоносиком так ну смотрите что происходит вот она легатка я ее обожаю так мало того что она детку растит да и на детки вот цветоносик так 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 как то надо залезть вот он на детки цветонос она еще и на своих старых цветоносах сама мамочка пробудила у меня вот здесь почечку и стала доращивать вот значит здесь не почка а просто доращивать цветонос она здесь пару цветочков у нее в том году было по зиме даже никто мог по по зиме в этом вот и она вот она стала доращивать здесь растет детку детка растит цветонос короче зацветут покажу все так вот эта красота которую тоже никотинкой вместе в эксперименте мы с вами подкармливали вообще не хотела расти дала цветоносик готовится ботанизации все хорошо цветонос я зафиксировала потому что наш на лампу лес уже так ну про пересаженные малявочки помните я вам отдельное видео сниму все расскажу какой у меня уход что происходит кстати вот с этой деткой я вас никогда не знакомила тоже здесь такая история но она горькая история надо отметить потому что было куплено полноценное растение давайте к сниму отдельно про нее видео потому что очень многие с этой проблемой сталкиваются последние разы у меня в группе вконтакте кстати напоминаю вам про свою группу вконтакте которая называется уютные орхидеи не только под каждым сейчас видео выходит ссылка на эту группу девчонки ребята заходите у нас там прекрасное общение идет и вот в группе у меня сейчас очень часто присылают девчонки и мальчишки на фотографии растений с нехорошими проявлениями на листьях грибковость бактериалка где-то даже вирусные бывают какие-то проявления вот поэтому расскажу про это растение все что с ней было и как я ее спасала расскажу вот она там отдельно там остался просто че половина листика все и вот на слава богу на цветоносе она разбудила детку которая сложно сложно растет ладно подробнее все покажу это закрытая система минька смотрите как она растет круто в закрытой системе листочки минимальный полив я ее поливаю раз в месяц а то и там вообще раз пять недель так здесь показала далее у меня но без смотрите он у меня прям так хорошо в этот раз цветет ароматная моя красота мало того он доращивает вот цветоносик опять видите и будет опять у меня такой красивый красивый каскадное красиво каскадное цветение у этого цветочка и здесь вот этот цветоносик он тоже видеть его доращивает и он и тоже красиво процветает а групповая посадка зацвет зацветает у меня это цветет детка вот она отросла от мамы этот цветонос от детки и вот такое красивое ну такая она а знаете что мне очень нравится на этом цветке форма лепестков она какая-то знаете вот чуть-чуть на бабочку похоже нет конечно у нее морщиночек там зацепчиков таких до характерных ну вот форма цветка какая-то она такая необычная красивая минька кстати вот эти мои миньки они уже давно достигли уровня миди я вам уже рассказывала и 2 вместе в групповой вот у нее цветоносик вот он это рыжуха она рыженькая очень красивая вы потом увидите она даже ярче чем вот этот мой но без ну я вам потом все покажу у нее знаете не пестрота вот такая виде каких-то таких слитых точечек а у такие венозность я почему вот их вместе посадила потому что вот эта розовая венозность вот а там рыжая венозность они очень красиво смотрятся вот в групповой посадке много уже времени достаточно этой групповой посадки они прекрасно себя чувствуют растут цветут и все хорошо корни уже вот видите они даже начали выдавливать растение из горшка ой 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 называется ой ой в хорошем смысле это мне просто работа предстоит это я комментирую свою предстоящую работу так мира файбер моя отсвела красивыми этими пышными цветами но она вот все начинается у нее начинает наращивать доращивать эти свои километровые вот этот цветонос я уже не знаю сколько он длиной вот он все идет 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 вот оттуда 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 вот он вот он вот он вот я не знаю сколько она метра полтора ну метр двадцать тридцать точно и вот она растит дальше продолжает револьверное цветение у нее конечно конкретное когда нибудь отрежу что-то мне рука не поднимается но отрежу уже эти цветоносики хочу чтобы она просто вот выдала мне такой такие цветоносы и процвела круто так марит марита реза показала манхэттен вот он у меня все у него замечательно красивый листочек пятнистый рябой такой выпустил все хорошо кстати вот посмотрите сейчас на термометре сколько у меня температура вот сейчас 12 дня 22 и 6 и у нас 34 процента влажности кстати подумываю сюда включать увлажнитель и покажу вам какие у меня увлажнители есть не реклама я давно эти увлажнители купила и именно в момент когда у нас происходит подключение отопления я постепенно приучаю орхидеи ну понижению зимнему влаги в местах содержания потому что все-таки батарея они сушат воздух так поехали дальше у меня вот эквестри сграс дал маленькая малышечка который отсоединила полтора года назад но как-то не сильно быстро развивается но знаете почему потому что мне приходилось несколько раз ее пересаживать в том плане что она сидела групповой посадки я просто деток новым хозяйкам отправляла и приходилось мне ее пересаживать постоянно вот наконец-то она сейчас у меня самостоятельно сидит развивается два цветоносика идут вон они там вон один и вот там с другой стороны второй не знаю видите нет так покажу вам обязательно как развиваются у меня орхидеи которые были в размере 1 и 7 вон они в закрытых системах ребят ну ну просто я не нарадуюсь если честно вы наверное увидели уже вот эти вот это цветение сейчас покажу боже я обожаю это fish golden просто обожаю так ну вот что у меня еще зацветает мне кстати спрашивали ее имя девчонки я все время забываю подписать я помнила как ее зовут а сейчас забыла столько у меня растений что я вот где-то иногда название могу забыть но я вам уже рассказывала что не особо то я стараюсь запомнить какие-то помню конечно беспрекословно какие-то забываю не показала вам же эту свою монте карлочка бабочку с защипами шикарными о какой жирный цветонос у нее там растения посмотрите что там творится пересаживалась уже у меня на по моему то ли два то ли три раза я уже не помню так ну ладно вот эту показала желтизну свою красивую так ну что вот это вот дитя воздуха который мы вместе с вами назвали который на цветоносе детка вот у этой мамочки без точки роста дитя воздуха с корневой офигенной вот она наконец-то дорастила свои бутоны и начала цвести посмотрите какая красавица это нечто мои обзоры они какие-то просто нескончаемые я по полчаса уже стала понимать что девчонки и ребят я просто по полчаса снимаю свои обзоры но не получается у меня меньше поэтому смотрите любуйтесь я сама тут балдею хожу и вам показываю так вот это я недавно вам показала красавица моя прелестница как она красиво цветет я так понимаю на будет долго цветы держать вот эти вот знаете сортовички голландские они очень хорошо и долго цветут это прелесть так мультифлор очка моя мой какая она красивая кстати на канале у наташи боковые видела у нее тоже такая есть орхидеечка у нее вот только недавно она стала распускать бутончики а у меня вот она уже один осталось распустить мультифлора ребята это нечто это такой букет камера не передает размеров самого вот этого букета но поверьте вот посмотрите сколько цветочков боковые отводочки все вот эти вот они распустились и вот она вот так процветает букетик достаточно хороший хороший и само растение очень шикарная красивая вот она как цветет красота как будто вы знаете как такие у нее мазки кистью как будто сделаны да вообще красавица красота и смотрите вот у нее вон она сама мамочка само растение красивая у нее очень расположение листиков она знаете как перевернутая елочка такая прям листочек к листочку очень красиво растет так ну что меня немножко мне не нравится это surf song слоник приятно познакомиться пора поливать кстати все свои растения сидит он на фитиле в двойном горшке двойной горшок он импровизированный содержание горшок горшок так смотрите это вообще нечто он такой здоровый он просто здоровяк и вы знаете дал цветонос и что мы видим ну что мы видим 4 цвета это нормально вообще я знаю что они доращивают вот он виден что он будет доращивать вот сейчас фокус поймаем он виден что он будет доращивать бутоны но пока 4 цветка я говорю ты такая лошадушка и мне тут 4 цветка дал это что это 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 просто какая-то пародия давай-ка говорю уже это начинай расти когда я с ним поговорила на эту тему серфсонгик мой он мне значит решил на старом цветоносе почку пробудить думаю так хорошо надо общаться с ними чтобы они не ленились у меня потому что я же не ленюсь когда с ними работаю так ну что вот у меня красотка это вот мама она там полностью уходит там не точки роста на мамочке я купила ее залитой она через два дня у меня потеряла точку роста после покупки и вот она цвела у меня в том году маленькая кстати малышка детка которая от нее росла она процвела вот виден цветоносик но сейчас вы знаете только-только растем растем и растем прям вот она не по дням и по часам растет у нее там много корешков идет уже в грунт она сама начала свое развитие то есть корневая работает уже у нее собственно но пока у нее нет цветоноса ну ладно да с куда денется так вот там вот вот это вот красота черная орхидея не знаю что-то давно туда не заглядывала может быть где-нибудь цветоносик и виден это у меня вот она огромная равелла которая постоянно с грибами в грунте живет там он по-моему опять грибок у нее сейчас сейчас постараюсь поймать что-то что-то мне кажется что ли все время грибы растут у нее в грунте я на это внимание не обращаю у нас симбиоз лесной симбиоз грибы и орхидеи так у нас правда в лесах орхидеи не растут но тем не менее смотрите какой дала жирный цветонос это она сейчас начала бутонизацию нужно отрать но она еще его только вот только растит растит я сюда его подняла недавно у нас там был за лампу завернут я вот здесь кстати не греется лампа вот эти лампы вот эти юнелевские они хорошие тем что они не греются вообще так ну что девчонки мальчишки у меня цветет леопард принц боже это просто нечто посмотрите какие усы посмотрите на это гордое величие он такой вы знаете красотун красотун прям вот он знаете своей вот этой вот губой которая так сейчас вам поближе и сниму не передает камера я вот когда она не знаете она такая яркая она невероятно яркая нарастил большое количество бутонов видите начал распускать их у него масса вот боковых почек которые тоже проснулись и вот они вот они видите там будет типа цветоносиков таких на одном едином цветоносе ну и сама смотрите она сидит у меня в закрытой системе вот пластик кстати закрытая система пластик замечательно растет ой слушайте ну как они сейчас начали красиво цвести да когда вот это происходит это нечто что-то что-то невероятно необыкновенное но пока показываю конечно на тот момент на сегодняшний момент что что распустилась что начала распускаться что есть то и показываю так знаете что я вам хотела показать вопрос на засыпку девчонки мальчишки как вы думаете что это цветонос или детка это помните королева которую я макушку отсоединяла вместе с нами на канале которая шлепнулась она кстати вон съела листик ну и пусть ест ну вот скажите мне как вы думаете что это я вы знаете теряюсь мне поначалу казалось что это цветонос но и мне сейчас кажется процентов на 85 нет на 95 это детка как вы думаете пишите мне что это будет будем вместе с вами типа кто отгадает кто не отгадает мне кажется детина идет так детина так назвала знаете почему потому что она такая вот вся огроменная что там у нее прям прям вот кажется что дитё такое огромное растет так ну и вот малышка на пеньке продолжает рост ню 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 я жду конечно еще я каждый день прихожу и говорю ну давай мне 2 дай что ли такой пень огроменный в таком горшке ты сидишь и ты жадничаешь мне дай мне хоть еще одну детку конечно красиво она очень красиво цветет вот сейчас напомните цветоносом то она его вот отломила когда падала вот она замечена всегда очень быстрым ростом цветоноса потому что мощное растение старое и наращиванием бутонов и быстрым распуском их а держит их по полгода и 8 месяцев и 9 она цветет очень долго и вот видите как не успел ну сломался цветонос что она там нам дает не знаю давайте вместе погадаем что ли так вот эта красавица которая у меня была куплена вообще по уценочке ушатаная просто полностью ушатаная тут ее и трипсы где-то там в оранжерее ели и листья такие были страшные страшные но вот все что она у меня отрастила красоту вот эту конечно уже видно что растение полноценное красивое ухоженное она дает уже 2 домашнее цветение 2 цветоносик вон он идет вон он видите да так цветет таким знаете ой как же мне отхарактеризовать то цвет ее он знаете такой сиренево-фиолетовый очень какой-то глубокий цвет кстати вот орхидеек с таким цветом как она цветет я вам потом ее покажу я мало видела так ребята это вот пост реанимация растения после покупки потеряла все корни я ее пересадила на фитиль она вот уже вторым домашним цветением собирается цвести существующий цветонос разбудила почку и вот она дала немножко мне тут бутончиков очень хорошо ей нравится развивается она жирные у нее корни очень смотрите какие вот они прямо плита и горшочек на фитиле ей очень понравилось сидеть очень понравилось так это у нас бобулетка смотрите она растит листочки очень хорошо развивается у меня протравила я ее от щитовки и от мучнистого червеца которые вместе с вами смотрели мы на эту красоту показывала я вам все она чистая здоровая и начала свое полноценное развитие все листочки у нее сейчас чистенькие непоеденные ну я вот эту красоту вам показывала недавно джуля моя джуля джуля так все хорошо ну что у меня азиатский дракоша начал свои эти опять километровые цветоносы доращивать ну вот так вот он почему-то у меня их доращивает кстати второй не доращивает вот видите он как-то тут его даже подсушил буду по его наверное надо отстричь а вот новый третий вот он дует бутоны скоро зацветет это азиатский дракон красивый ой какой он красивый так ракозябры покажу с деткой стоит растет это red lip который тоже участвует в эксперименте по подкормке никотиновой кислотой три растения было подкормлено 2 отреагировали прекрасно этот как попер корни растить как у него листья давай расти новые вот блин я я говорю я тебя ждала цветение а ты мне тут новые росты понадавал ну ладно мне и так цветов хватает обижаться не на что так вот так так у меня вечно вот это вот растение остается без внимания вот сейчас я листочек загну это такая красотуля невероятная там она тоже пересаживать пора не знаю есть у нее там цветонос или нет у нее очень красивое цветение невероятно красивая в том году она цвела я на канале ее показывала вам как зацветет покажу теперь вот там бывшая реанимашка с цветоносом вот я его подвязала он уже сюда растет куда надо направила не сломала аккуратненько этой вот это вот конечно не очень как-то смотрится да вот это вот где-то нормально вот это зеленка где-то мне вот когда цветоносы я не ставлю дополнительные вот эти подпорки потому что но вид внешний внешний портится я вот временно направляю цветоносики временно а потом они уже хорошо сами растут каскад идет у меня вот снис ниспадающий свисающий а потом могу вот эти вот фиксаторы их просто убрать открутить кстати вот у меня видите стоит это вода обычная вода она стоит у меня на батареи всегда тепленькая и всегда готова у меня к использованию то есть я смотрю где-то что-то нужно опрыскать например эту же королеву да где у меня там в посадках мох я взяла теплые батареи она всегда тепленькая раз раз быстро опрыскала и убежала так ну вот вот это вот тоже бывшая реанимашка вот я вам кстати недавно показывала ее она вон цветонос какой уже отрастила длинный длинный тоже надо уже фиксировать его и вот это моя мальма непонятная непонятная совсем он детка растет прямо из точки роста детка вон у нее на шее растет так 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 как же мне вам показать то бог ты мой так вот она видите кстати пошла хорошо расти детка так она как-то стрельнула ее он она видите была какая-то она она появилась была она немножко ой я тут боюсь проводом цветы свалить как-то она немножко у меня вроде как показала детку и застыла не хочет не хотела растить а сейчас вот что я ей делала а я ее подкормила grow more по моему желтеньким с усредненным содержанием азота фосфора калия и она как-то так хорошо пошла расти но думаю еще под лампами наверное ей нравится так вот у меня что сегодня цветет гибискус моя китайская роза моя красавица конечно однодневный цветок подольше цвел бы он было бы красиво на днях он у меня цвел пять цветов было к сожалению я вам не засняла этот кайф которые мы наблюдали тут недавно камбрюха растет хорошо у нее там вот ждут цветоносов потому что на балконе на кухне там тоже камбрия у нее кстати и бульбочки то поменьше но у нее там уже куча цветоносов а здесь бульба побольше а пока цветоносов нет хотя лампы мощные светят хорошие так ну вроде я вам все показала вот это бывший реанимашечка вот неночка которая болталась в горшке пересадила я ее она он вместо цветоносов мне корешочки растит между листьями делает все что хочет я говорю ты мне зацветешь или нет ну пока не хочет ну да ладно так ну все со всеми пообщалась и с вами и с растениями камера садится опять мне болтать умею много но есть что показать ну ребята посмотрите какая красота сейчас происходит мои красавицы так на сегодня буду заканчивать вот этот обзор третьего места осталось 4 скоро покажу и расскажу что у меня там происходит там тоже необычности идут вот а на сегодня буду заканчивать всего доброго желаю вам здоровья благополучия увидимся с вами вновь всем пока пока